Всем привет! Приготовим сыр-панир с апельсиновым соусом. Для приготовления сыра нам понадобится 1 литр жирного коровьего молока. Ставим его на огонь. Возьмем половину одного лимона и выжмем сок. Им мы будем закислять молоко. В этих целях также иногда используют уксус. Кстати, не забудьте подписаться на канал. Я делюсь вкусными и простыми рецептами, которые у вас обязательно получатся. Когда молоко нагрелось, можно увидеть тонкую пленочку на поверхности. В этот момент за молоком надо следить внимательно, чтобы оно не убежало. Я молоко до кипения не доводила, поскольку использовала пастеризованное. Вот уже образуется пенка и начинают появляться пузырьки. В этот момент я выключила огонь и влила лимонный сок. Помешивая ложкой, можно практически сразу наблюдать, как сворачивается молоко. Отделяется сыворотка и отдельно плавают кусочки нашего будущего сыра панир. Помешиваем до тех пор, пока сыворотка станет почти прозрачной. Теперь можно добавить пол чайной ложки соли и перемешать снова до растворения. Сейчас нужно аккуратно отделить сыр от сыворотки. Выкладываем комочки сыра на сито, чтобы сливалась сыворотка. Обязательно досмотрите видео до конца. Там будет рецепт пряного апельсинового соуса, который также можно использовать для подачи мясных и рыбных блюд. Сыворотку, кстати, можно использовать для приготовления блинов. Прямо в сито разровняем наш будущий сыр так, чтобы он имел цельную округлую форму. Сверху накроем донышком тарелки. Она будет служить легким прессом. Сильно прижимать сыр тоже не стоит, иначе он получится резиновый. Сыр постоял в холодильнике 4-5 часов и уже готов к применению. Но я приготовлю его в виде десерта под апельсиновым соусом. В индийской кухне сыр панир используется как закуска с пряными и острыми соусами. Мой апельсиновый соус также будет пряный, без добавления сахара. Натрем цедру одного апельсина. Нужно отделить исключительно оранжевый слой. Белая часть кожуры даст горечь. Теперь из этого же апельсина выжимаем сок. Мякоть также будем использовать. И точно так же выжимаем сок второго апельсина. Мякоть смешиваем с соком. Переливаем сок в небольшую кастрюлю. Добавляем также цедру. Треть чайной ложки корицы, треть чайной ложки душистого перца и треть чайной ложки молотого имбиря. А также два цветка гвоздики будет достаточно. Все тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Соус нужно немного поварить, чтобы все ингредиенты соединились. Далее сок отделим от мякоти и твердых частиц, пропустив через сито. Смешаем в отдельной емкости немного воды с пол чайной ложки крахмала. Соединим с соусом и снова поставим вариться на огонь до загустения. Смешаем вариться на огонь. Когда соус слегка загустел, добавим столовую ложку сливочного масла. Ломтики сыра панир обваляем в муке. На разогретую сковороду немного добавим растительного масла и обжарим сыр с двух сторон до золотистого цвета. Подаем десерт в теплом виде. Соус также, если остыл, можно подогреть и подавать теплым. Приятного аппетита!